Всем привет! С вами Red Commander и у нас на канале опять Valorant Victory. Игра выходит уже 17 июня и хочется побольше про нее рассказать. И у нас осталась еще миссия, в которую мы не поиграли из доступных. Это миссия за США. Ну, как бы можно и за немцев воевать, но мы побоим за США. Как всегда у нас происходит действие в Нормандии. В данном случае 6 июня. Давайте посмотрим на соотношение сил. Немцы, у них есть зенитка, есть 3 пулемета, 7 отделений пехоты простой и 3 офицера. С нашей стороны у нас 12 отделений рейнджеров, которые чуть-чуть выше огневой мощью обладают, чем немцы. Но зато дальность огня похуже. 2 офицера, 2 отряда, 4 граната и 2 пулемета. В принципе, огневая мощь более значимая, поэтому нам нужно стараться, наверное, действовать именно от огневой мощи. Правда, у немцев преимущество в офицерах и плюс зенитка, которая стреляет, в общем-то, по всей карте. А карта здесь очень небольшая. Как всегда, диспозиция у немцев максимально простая. Здесь они за колючкой спрятались. Здесь у них и зенитка, и, собственно, один взвод, один взводов. Плюс два взвода засели поближе. Один здесь взвод разведчиков от Ленсена. И здесь в домике еще засел взвод Лемона. Самый сильный, наверное, из вражеских. Наша диспозиция немножко другая. Мы тут спрятались в лесах. У нас есть два, скажем так, штурмовых взвода, которые без офицеров. И два офицерских, собственно, взвода. Довольно-таки неплохо. Кстати, граната у нас и там, и там есть. Можно попробовать и выделить... Не знаю. Можно выделить с одной стороны офицеров... Из офицеров гренадерские отряды, вот эти, да. Попробовать собрать из гренадеров отдельную такую партию. Сколько у нас тут мощь вообще получается? 18. Плюс пулемет 20. 20. 20 это хорошо. Это значит, что они сразу будут иметь 20-ку огневой мощи. Это то, что надо. А здесь у нас тоже... Хотя нет. У нас 4 отряда с 20-кой огневой мощи. Это, в принципе, правильное такое золотое сечение, позволяющее стрелять им по третьей линейке огня. Но сейчас мы до этого доберемся. Пошли, наверное, сразу в фазу перемещения. Так, вопрос. Где бы мне позицию-то занять поудобней? С одной стороны, можно вот тут вот по югу пойти, чтобы Лемона обстреливать. Но вот это вся братья будет обстреливать тогда вот этот лесок, да. Так. Ну, давайте попробуем сейчас занять здесь позицию. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, дальше. Фримен. Фримен у нас пойдет здесь. Вот сюда. Так, этот товарищ здесь. Еще один отряд рейнджеров. Пока, наверное, под огонь высовываться не будем. Засядем здесь, в штурмовую часть, попробуем продвинуться. Так, немцы обороняются. Ну, стреляют. Здесь мы под прикрытием леса. Но, смотрите, они попали, нанесли урон. Очень неприятный этот отряд, конечно, у врага. Давайте попробуем подойти вплотную к отряду Ленсена. Так, и здесь, наверное... Пам-пам-пам-пам. Под огонь, опять же, тоже попадать-то не хочется. Если мы сюда влезем, это, конечно, нехорошо будет. Так, так, так. Хотя, ладно. Пускай. Давайте посмотрим, что немцы предпринут. Так, интересно, зенитка может по нам стрелять хоть в каком-то виде? Ох ты, мы еще раз попали под серьезный огонь. У нас мы и подавлены, и еще урон понесли. Потери. Это плохо. Так, ну вот здесь немножко полегче. Здесь враг промазал. И нам, конечно, нужно быстро вывести из строя вот этот взвод Ленсена. Немцы ходить не хотят. Хорошо, что зенитка пока не может стрелять. Это единственный бонус. Так, ну мы, наверное, не будем штурмовать, поскольку это приведет нас к потерям. Отлично. Мы с первого же захода подавили полностью этот отряд, и вот теперь уже имеет смысл и штурмовать. Ну, поскольку это оборонительная фаза наша, то попробуем добить. Сейчас нам штурмануть не позволит. Отлично. Ленсена мы выбили. Так, и больше стрелять мы никем не можем. Теперь нам нужно сконцентрировать силы для обстрела Лемона. Но тут вот куда ни плюнь, везде будут точки под прикрытием зенитки. Зенитка пуляет больно. Вот этого, конечно, хотелось бы избежать. Ладно. Так, давайте переходим в адванс фазу. Пускай враг пытается что-то штурмануть. Он тут штурмует внутри своих баррикад какие-то новые точки. И наш ход. Смотрим, что у нас с этим отрядом рейнджеров. На самом деле, я его отсюда сейчас, наверное, уведу. Поскольку он сам по себе уже не очень боеспособен, я его буду использовать в качестве пополнения в случае потерь в наших основных отрядов офицерских. То есть одно отделение пойдет одному офицеру, второе другому. Так что придется... Да, вот выставили его под огонь врага им. И вот так вот все плохо закончилось. Так, давайте переходим в мув фазу. Отходим подальше. Здесь занимаем позиции пока в домике. И, наверное, вот эти два гекса нам придется так или иначе занимать. К сожалению, вот этот отряд у меня тоже не может эффективно действовать. То есть у нас... Ну, мы стрелять-то по лему, но чтобы смогли, нужно на расстоянии 5 гексов находиться. То есть на вот этом шоссе. Не очень мне хочется вылезать на шоссе, честно говоря. Здесь через дома продвигаться мы будем крайне медленно. Так, ну сейчас враг стрелять ни по кому не сможет. Так что мы переходим в нашу штурмовую фазу и пробуем занять вот эти вот позиции. Отлично. Так, и ход немцев. Сейчас, конечно, начнет стрелять зенитка. Она в лес, конечно, попадать будет не очень. Ох ты, не очень. Прилетела так прилетела. У нас взвод Фримена практически. В этот ход будет точно не боеспособен. Так, ну здесь у нас тоже небольшие потери понесли. Да, нужно... Побыстрее и резервы подводить, и что-то придумывать. Так, еще вот здесь немцы сосредотачиваются. Они смогут по Фримену отсюда стрелять. А мы вот в ответ нет. Это, конечно, очень грустно. Так, вот мы видим, огневая мощь у Ривса уже упала. Ну еще 12 кидаем. Это прям... В нашем стиле. Так, здесь тоже огневая мощь упала, но мы ее можем еще поднять. Да. Не можем попасть ни в кого. Так, отсюда мы не достреливаем. Постреливаем. Так, ну, наверное, сейчас немцы делать ничего уже не будут, и нам отдают ход. Так, Fire Face. Ну что ж, попробуем все-таки нанести урон Лемону. Поскольку вот сейчас буквально пару ходов, когда у нас преимущество в огневой мощи, вот именно против него, нужно этим пользоваться. Дальше меня подавят при помощи зениток, если мы сейчас не попадем, а мы попали. Отлично, нанесли урон. Может быть, собьем огневую мощь врагу опять же. Это бы было очень хорошо. Так, раз. Ага. А дальше ты типа не пойдешь. Раз, раз. Ну, давайте так. Так, теперь надо думать, как зенитка будет стрелять. В огневой контакт вашей с Лемоном. Здесь он по нам, да, сейчас попадет. Очень больно попал. Вот, раз, два, три, четыре, пять. Ну, мы здесь и останемся. Зенитка здесь, вот, честно говоря, не знаю. По идее, она попадает. Если она попадает, то мы это отделение сейчас потеряем. А если не попадает, может быть, у нас появится какой-то легкий шанс. Нет, она по Фримену стреляет и промазала. Это хорошо. Так, Байер этот наносит урон. Фримену. Фримен у меня, конечно, да, под таким... По такой серьезной концентрации вражеского огня, что... Ага, и мы даже не можем занять эти... Вот этот, может, Фримена наконец-то пополним. А Ривз пока у меня не может принять дополнительное отделение. Просто потому, что у нас он пока полностью боеспособен. Но вот четыре отделения в взводе, может быть, не больше. Так, а здесь у нас... Можно поближе, опять же, встать, да? Не знаю, зачем. Это, наверное, не имеет большого смысла. А, можно, кстати, южнее встать. Вот сюда, в рощицу. Мы, правда, вот это отделение от нас отцепится. Но мы тогда прицепим сюда вот этих рейнджеров. Вот так вот объединимся. Наша цель-то, в общем-то, Лемона продолжать обстреливать. Так что, да, это... Это имеет смысл. Так, ну, Фримен у нас должен получить медаль... ...за плотное сидение под огнем врага. Так, хотят добить мне этого рейнджера. В принципе, это то, на что я готов пойти. Да, и они это сделали. Так, и продолжают вести огонь по Фримену. В принципе, у нас уже половина ходов прошла. Но сейчас у нас, наконец-то, выгодная огневая позиция. Мы можем... ...стрелять довольно-таки эффективно по Лемону. И, в общем-то, наша задача именно его подбить. Мы видим, что очень качественная огневая мощь тут сосредоточена. Но, правда, если мы будем кидать восьмерки и выше, то мы точно не сможем победить. Угу. Немножко лучше. Нанесли урон. Так, ну, вот девятка тоже. Это, конечно, очень грустно. В принципе, мы, конечно, снизили боевую мощь Лемона. Но, учитывая, что по нам еще тут два отряда стреляют, это нам не позволит долго так хрохориться здесь. Так, наш ход. В принципе, в принципе, начнем стрелять, наверное, с южного фаса, потому что северный фас у нас потом сможет, если мы выбьем Лемона, двигаться в сторону вот этого домика. Обладание этим домиком, оно, в общем-то, решит, кто победит. Ну, плюс огневая мощь у нас тут очень неплохая у Фримена. Отлично. Попал. Но сильное отделение, конечно. Много потерь может впитать. Так, еще раз попали. Отлично. Так, и, собственно, остался только сам Лемон, сам офицер. Попробуем добить. Нет, промазали. Вот, буквально чуть-чуть промазали, но тут уж ничего не поделось. Сейчас штурмовую фазу попробуем подвигаться. Займем позиции в воронке Фрименом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Байвер все равно достанет до нас. Плохо. Так, и вот зенитка продолжает бахать. Шесть. Попало. Попало у нас, при этом, немножко ослабило. У нас, так, еще четверка. Ух, еще подавили. Не, Фримен сейчас будет стоять, восстанавливать свои силы. У нас там два подавленных отряда, должно быть. Да, два подавленных. Один из них еще полнес потери. Так что мы будем вот так вот продвигаться. Следующий ход займем. Так, а у нас Ривз, там четыре отряда, да? То есть мы объединить-то их не сможем ни в каком виде. Но нам задача Лемона, конечно, просто уничтожить. Так, восьмерка. Восьмерка это, это нормально. Восьмерку это я люблю. Так, ну Байер по нам отсюда попасть не может. Фримена мы сейчас уведем на север. Если у нас такой шанс предоставиться. Потому что вот по Байеру он стрелять не сможет. Так. Или сможет. О, кстати, сможет. Давайте попробуем. А, сможет-то сможет из пулемета. О, кстати, попали. Удивительно. Удивительно, всего лишь по второй линейке стреляли при помощи двух пулеметов. Но выбросили хороший результат. Троечку. Модификатор от командира. Модификатор еще сработал. И нанесли хороший урон Байеру. Ну, сейчас прибежит вот это отделение к нему на помощь. То есть мы выбили одно отделение. Сейчас второе прибежит на помощь. Шестерка. Попали. Отлично. Уничтожили отряд Лемона. Это, в принципе, половина победы. Теперь нужно быстро и эффективно как-то добежать до этого домика. Занять его. И нейтрализовать зенитку. После этого, в общем-то, игра сделана. Так, advanced фаза. Ну, это вражеская. Так, наш ход. Так. Кто у нас будет стрелять? Ну, в принципе, почему бы нет? Давайте пока Фримен будет стрелять, ему ничего другого не остается. Выходить из леса это не варя... Ох ты. Прямо на все кубики наши. Опять попали. В общем-то, взвод Байера не боеспособен. Он будет по второй линейке в лучшем случае стрелять. Как мне кажется. Так что можно смело переходить в мув-фазу и пробовать просочиться. Ну, вот мы попали под огонь Байера. Он по нам попал, к сожалению. Так, и вот мы видим линейка огня. Да, вот подсвечены. Где он по нам может стрелять. Так что вот этот Гекс, он, в принципе, сюда точно не попадет. Так, отлично заняли. И что же делать Ривсу? В общем-то, становится такой вопрос. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть, вот здесь, в принципе, Ривс будет в безопасности от огня Байера. Но здесь мы попадем под огонь зенитки. Так что, наверное, придется мне входить в зону огня все равно. Да, мы можем понести потери. Ну, одиннадцать, повезло. Вот, но Байер, мы видим, даже по первой линейке здесь стреляет. То есть, совершенно низкие шансы попасть. Так. Наверное, мы отцепим еще. Вот так сделаем. Теперь у нас отделение Ривса будет в штурмовую фазу. Сейчас войдет в этот дом. Что позволит нам довольно-таки эффективно его использовать. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, ну вот оборонительный огонь сейчас. А, ну по Фриму, но они опять сконцентрировали свой огонь. Семерка. Мимо. Так. Advanced and Assault Phase. Ну вот как раз мы занимаем лучшие позиции. Фримена выводим. Выводим для того, чтобы более эффективно стрелять по Байеру. Да, мы сейчас можем опять же попасть, подогонить двух серьезных отрядов. Тут у нас нет никаких модификаторов полезных. Но вот нам, по нам попасть не могут. Байер сейчас может попасть. Нет, он стал по Рейнджеру одинаковому стрелять. Это в принципе хорошо. Его, правда, убьют, наверное. Да, у нас тут два отряда. Первый понес потери, второй выжил. Так, и вот эти ребята начали стрелять. Но они вообще смешные. На них внимания обращать не будем. Так, сейчас, в общем-то, решается судьба игры. Нам нужно... Подбить зенитку. В любом случае. У нас очень выгодная линейка четвертая. И выкидываем семерку. Это прекрасно. Попадаем и подавляем пушку, да. То есть мы ее не уничтожили. Это, конечно, не очень хорошо. Хотя результат выпал очень хороший. Фримен. Давай, иди. Огонь. Девятка мимо. Девятка это мимо. Так, и вот этот вот ряд. Ну, стреляем как можем опять же. Тройка. Отлично. Байер сейчас останется в одиночестве. Более того, он подавлен. Это очень круто. Так, немцы попытаются сейчас что-то наступать. Понятно, никуда они. Ничего они в этом смысле не смогли. Так, ну что, опять огневая фаза. Успеем мы что-то сделать. У нас шестой ход. Восемь. Минус два, шесть. Опять подавлено. Но вот, к сожалению, не хватает нам огневой мощи, чтобы ее уничтожить. Девятка. Плюс один десятка мимо. Так, ну, здесь шанс дубль единицы выкинуть всегда присутствует. Но нет, на этот раз мы не попали. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, фаза движения. Ну, здесь у нас ничего нет. Оборонительная фаза. От немцев. У нас, кстати, сейчас будет в последний ход еще фаза оборонительная. Так что есть шанс добить все-таки врага. Куда мы можем выдвинуться на интересные позиции? Займем вот здесь и вот здесь позиции для того, чтобы хотя бы в воронках засесть. Да, чтобы не так по нам попадали жестко. Так, и ход оси. 12, отлично. 11 на кубиках, 1 от модификатора воронки. Так, эти товарищи тоже промазали. Правда, не сильно. Так, и остался только байер. Причем он тут один из пулемета сейчас поставил. А нет, он не достреливает. Тут ему не хватает просто расстояния. Так, и вот наш шанс. Дефенсив фаза. Нужно, конечно, добить нитку все-таки. Семерка, минус 2, пятерка. Ну, давай. Бах. Нет, подавлено. Подавлено. Так, байер. Семерка. Попали. Убит. Отлично. Так, и здесь. Ну, правда, плюс 2 модификатора. Это нужно дубль-единист реально выкинуть. Нет, не получилось. И на этом мы, наверное, проигрываем. То есть вот. Advanced фаза. Вот. И да. Битва закончилась ничьей. То есть мы не проиграли. Конечно же, нам еще одного хода буквально не хватило, чтобы это добить. Врага добить. Как мы видели, не везло с кубиками по огню. При огне по зенитке, да. То есть мы два раза ее подавили. Но уничтожить не удалось. Плюс осталось буквально одно отделение здесь, которое мы бы сейчас уничтожили. У нас подавляющая огневая мощь. Но за то время, что нам предоставили, мы это сделать не успели. Очень действительно в игре многое. Намного влияет рандом. Так что, в первую очередь, опять же, игра нацелена на то, чтобы играть против... Вместе с друзьями. Нельзя говорить против друзей, да, наверное. Вместе с друзьями. Друг против друга. Чувствую, будет много нервов. И веселья при этом. Так что, не забудьте. Игра выходит 17 июня. Всем советую попробовать. И пишите, кто хочет в нее поиграть вместе со мной. И обязательно устроим какую-нибудь битву по мультиплееру с моими любимыми подписчиками. Так что, жду ваших комментариев. Пальцев вверх и все такое. С вами, как всегда, был Red Commander. Всем пока.